Участие в традиционной ярмарке идей с каждым годом становится престижней для учеников школ Великоусюгского района, ведь 21 век – век открытий и достижений. Конкурс проектных работ плотно вошел в нашу жизнь. И не только в жизнь школ, но и в жизнь многих семей. Потому что над проектами работают родители, бабушки, дедушки. И это очень отрадно. Одни участники выбрали тему работы, исходя из личных интересов. Другие попытались детскими глазами взглянуть на серьезные проблемы, которые в той или иной степени касаются каждого из нас. Темы действительно интересны. Возможно, они войдут в перечень бизнес-проектов нашего города. Или как работа Надьи Сурковой станут семейной реликвией. Девочка изучала историю деревни Холмец, в которой жили ее предки. Вы можете видеть деревню Холмец на Степенскому горе в 1870 году до пожара. А вот схема домов и других построек в деревне Холмец в довоенный период. Где у тебя бабушка? В доме под домом 25. По словам организаторов ярмарки идей, проекту гуманитарного цикла в разы превзошли те, что представлены в цикле техническом. Очень многие посвятили свои работы краеведению и языкам. Все это мне показало, что в английских пословицах чаще всего используются такие слова-названия животных, как собака, лошадь. Как всегда, особо зрелищны творческие работы об искусстве, музыке, живописи. Эти девочки научат быстро рисовать. Причем технологий и инструментов в современном создании рисунков, оказывается, существует множество. Как уж тут пройти и не попробовать. Под бдительным руководством юных художников мы создали рисунок. Вот буквально за три минутки мы нарисовали, какой абстрактный ярмарок был. На ярмарке идей представлены проекты по самым различным направлениям. Да и количество работ впечатлят 104, над которыми трудились 130 воспитанников школ города и района, а также учреждений дополнительного образования. Первые помощники участников, конечно, педагоги. Украшения у нас мы делаем из очень доступного, очень простого материала. Это фетр. И получаются оригинальные, эксклюзивные украшения. И, конечно же, они повторяются. Любая женщина хочет носить украшения, которые принадлежат только ей. И только они будут украшать и дополнять ее наряд и образ. Поэтому мы решили, что мы с этой же темы, украшения из ветра, попробуем поучаствовать в ярмарке идей. Подготовили проект, сделали коллекцию. И девочки сегодня защищают проект по этой теме. При таком многообразии определить лучших из лучших нелегко. Ведь все ребята старались, трудились и долго готовились к ярмарке идей. Самое сложное оказалось – это собрать модель Финька, потому что у него очень тонкие лапы. Можете показать? Я создала модель Финька. Собрала его вверх. Почему сложно? Сложно, потому что у него очень тонкие лапы и их на него крепят. Все работы по-своему интересны. Для их создания участники приложили много усилий. А итоги конкурса будут подведены чуть позднее. Евгения Шемякина, Максим Колосов, Новости провинции.